В день почитания иконы Божьей Матери Троиручицы и памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополитического округа, совершил божественную литургию в Ташкентском соборе Успения Пресвятой Богородицы. Накануне вечером было совершено всеночное бдение. Здесь же владыка возглавил праздничное богослужение в День Святых Петра и Павла и в День памяти 12 апостолов. В праздничный день по окончании литургии был прочитан акафист перед иконой Пресвятой Богородицы Троиручица. А затем владыка обратился ко всем со своим архипастерским словом, рассказав историю об удивительном явлении образа Божьей Матери. И напомнил, что именно перед иконой Троиручица молились члены царской семьи в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, незадолго до их жестокого убийства. Сейчас историческая святыня пребывает в храме на Крови, построенном на том самом месте. Эта икона, она все почитаема была царской семьей, царем Николаевского статерца. И когда его убили в Ипатьевском доме, то там осталась после этого убийства икона Пресвятой Богородицы, Которая она всегда была с ним, и с тем, где он вне был. И вот когда в 2003 году, когда был построен и освящен храм над местом, где была убита царская семья, храм всех святых земеросийских россиянцев, эту икону Пресвятой Богородицы привезли и подарили для этого храма. Она была спасена. А на следующий день богослужение в честь первоверховных апостолов Петра и Павла прошло в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента. Этими праздничными службами закончился двухнедельный Петров пост. После литургии Владыка Викентий осветил новый урожай фруктов, рано созревающий в южных краях. А затем обратился к молящимся с проповедью. Архипастер рассказал о подвиге апостолов Петра и Павла в распространении слова Божия и утверждения христианства. Призвал паству следовать примеру апостолов в исповедании веры. Господь простил апостола Петра и Павла. Господь восстановил апостольское достоинство апостола Петра после его отречения. Но это послужило тому, что он так сильно загорелся любовью по Христу, что он служил Христу день и ночь. Не уставая и не крестовая, служить Христу, чтобы проставить его своей жизнью и своим округом. На следующий день глава Среднеазиатского митрополитического округа совершил литургию в честь 12 апостолов, избранных Господом Иисусом Христом для благопествования Царства Небесного. В проповеди архиерий рассказал о призвании и трудах учеников Христовых в деле всемирного распространения и укрепления истинной веры. «Каждый из них был во все страны, и во всех этих странах они селись вновь. Бог Христа, и мы им благодарны за эти великие труды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова